Мы ведь сегодня рассматриваем основы. Так вот, основы и тренд завтрашнего вызова, это те студенты, которые сегодня обучаются. Я хочу сказать, ни на одном совещании мы не поднимали роль вот этого вот, как бы, корней, зерен, аспирантов. Мы аспирантуру ликвидировали, ее нужно срочно восстановить, это не может быть, это выпускник института. И ему есть дилемма, идти либо на производство, либо оставаться в университете, быть преподавателем, мы ждем его, и быть будущим Ломоносовым. Что в итоге мы получаем? Кого мы приглашаем в университет? Это приглашаем в аспирантуру, это зарплата его. Мы его называем обучающимся, а не специалистом. Это сегодня так называется. Второе, стимулы материальные, Питер, Санкт-Петербург и другие регионы. Если он поступает в аспирантуру на экономику, то 4200 рублей заработная плата его. А на инженерной специальности аж 6700 рублей. Может, чуть-чуть подняли, ошибаюсь. Это вот мотивация, куда идти, кого мы лучших отберем и пригласим в институт в аспирантуру. Второй вопрос в этой связи. Однозначно, чтобы аспирантура заканчивалась кандидатскими. У нас сегодня провал за два года по этому эксперименту. У нас кафедры некому рулить сегодня. Доктора и защиты по кандидатским просто приостановлены сегодня. В этой связи аспирант – это будущий, вот эта площадка, завтра, последний день – это будущие ломоносовые академики, профессора. И сегодня нужно вкладывать туда деньги. Мы вкладываем. Но в целом по стране это катастрофа сегодня, Владимир Владимирович. И надо, чтобы приравнять одно из предложений, чтобы заработная плата, условно говоря, аспиранта, я ее не называю специальной стипендией, чтобы она составляла хотя бы средний по региону. Если у нас 52 тысячи, то аспиранту надо платить 52, чтобы что-то от него требовать, печатался и так далее. Это первый вопрос. И второе предложение, оно тоже принципиальное, Владимир Владимирович. Это вузовская среда. Мы сегодня имеем очень высокотехнологичный производство. Это пока мы не посмотришь на карту, удивляйся, сколько заводов мы построили, высокотехнологичных, перерабатывающих и так далее, миллиарды. И сегодня мы, вузы, должны готовить специалиста, который минимум будет владеть программным продуктом и приборным, который используется в учебном процессе, чтобы он пришел на производство и знал, как в режиме пользователя. Программы практически по каждому недорогостоящие. Но сегодня фактически научного обеспечения учебного процесса, деньги на научное обеспечение учебного процесса, с каждым годом она увеличивается в инженерных университетах. Я просто могу сказать, в Канаде, в Норвегии, в Германии на эти цели в СМИ предусмотрено минимум 25%. Никаких там грантов, это от объема финансирования. Для чего они нужны? Первое, это ни преподаватель, ни студент не может. Это нужны научные коллективы, которые будут обеспечивать учебный процесс. Обслуживая дорогостоящие оборудования, у нас в институте их почти на 300 миллионов долларов, понимаете? И ни одного лаборанта я не могу взять, потому что денег нет. Поэтому сегодня этих денег фактически выделяется, но выделяется как-то хитро. Под научного сотрудника, и она сложная ситуация, ее нужно срочно восстановить. При СССР было 30%, вот в этих странах, которые я назвал, это 25%, хотя бы 10%. Все остальное мы будем софинансировать без научного обеспечения учебного процесса, инженерного образования. Это профанация, мы не подготовим того инженера, который ждет производства. Спасибо. Что касается уровня заработной платы и ссылки на то, что она была декларирована, но средства не выделяются, вот это надо очень хорошо проверить, посмотреть, как принимались решения на уровне ваших учреждений. А этот вопрос, я сейчас эту шайбу направлю министру Фолькову и министру Силуанову. За последнее время, сколько у нас средств, как мы увеличили средства на это направление деятельности? Антон Германович. Уважаю Владимир Владимирович, на самом деле по Новосибирской области у нас информация о том, что ученые, ученые, как и по вашему указу, обеспечена заработная плата на уровне двухкратной по региону. Поэтому здесь сказано было Анастасии Сергеевны о том, что она работает на полставки. И поэтому, если, так сказать, ставка разделена, соответственно, и уровень оплаты тоже пропорционально распределяется. То есть с точки зрения финансов, с точки зрения финансов по субъектам Российской Федерации у нас фонд сформирован. Вопрос дележки уже этого фонда внутри. Да, понимаете, вот, а я так понимаю, что она же, говорит, работала на полную ставку, да? Анастасия Сергеевна, вы на полную ставку работали, да? А вам предложили перейти на полставки? Или вы изначально работали на полставки? Нет, мы все работаем на полную ставку с утра до вечера. Предложили перейти с сохранением времени работы стандартного, чтобы формально это выглядело как полставки. По бумагам это идет полставка, теперь мы продолжаем работать полный рабочий день. Понятно. Но работали вы на полную ставку, да, изначально? А, конечно, конечно. А потом перешли на полную ставку? Нет, я не перешла. Наша позиция в нашей лаборатории была принципиальная. Мы не пошли на эти уловки, исхищрения для подтасовки каких-то данных. Мы на это не согласились. Мы очень легко перешли, просто вынуждены. Я понимаю, что это было откуда-то из сторона указания, не знаю, конкретных. Да, да. То есть у вас полная ставка такая, да? 25 тысяч – это полная ставка. У меня вот здесь там трудовой договор могу предоставить. Я хочу вернуться тогда к Андрею Александровичу. Андрей Александрович, средний уровень заработной платы в Новосибирской области какая? Какой уровень? Сейчас средний уровень заработной платы 39 тысяч. 39 тысяч – средний, да? Если 200 по среднему от региона, то у неё должно быть почти 80 тысяч. Да? Значит… Это, опять же, средним по отрасли должно быть. Да, 78 тысяч должно быть. Где деньги-то? Антон Германович, если вы говорите, у вас информация о том, что у них там, значит, 200 процентов от среднего региона. Где деньги, Зин? Значит, даже 210 процентов. Вот у нас информация. Ну, где они? Вот она же сидит напротив, как бы в телевизоре, как в деревне говорят. Значит, Анастасия Сергеевна, у него 25 тысяч, а должно быть 78. Правда? Значит… Если 80 даже, если 210, то где они? Значит, распределение такое, куда-то… Давайте вместе с Фольковым займитесь этим делом. Хорошо? И не только по Новосибирску, но и по другим регионам. Анастасия Сергеевна, если вас будут там за наш сегодняшний диалог как-то, значит, пытаться ущемлять, сразу позвоните в администрацию президента. И я с вами переговорю по телефону, соединюсь. Мы доведём до вас возможности, как это сделать. Хорошо? Спасибо. Да. Вам спасибо большое.